Новые успехи воспитанников Мозорской орструктуры БФСО «Динамо» мастеров рукопашного боя подопечных Александра Александровича Гороха пришлись на чемпионат Республики Беларусь по Панкратиону, который проходил в Минске во Дворце спорта. Спортсмены приняли участие в чемпионате первенства Республики Беларусь по Панкратиону, который проходил в городе Минске. Выступили, в принципе, успешно. В весовой категории до 92 килограмм. Первое место занял Павел Катрунов. Второе место у нас занял Терех Станислав. В весовой категории до 77 килограмм. Ну и третье место занял Засинец Дмитрий в весовой категории до 84 килограмм. Результатом, в принципе, доволен. Единственное, конечно, ожидал, что Дмитрий Засинец все-таки будет победителем, но в этот раз, наверное, не сложилось. 4 июня в Минске стартует чемпионат иперенства Европы, в которых наша страна будет представлена двумя командами. В составе второй юниорской сборной за победу будет биться Станислав Терех, одним из лидеров главной. Национальной командой станет Павел Катрунов, который перед чемпионатом страны принял участие и победил в престижнейшем турнире бойцовского клуба «Ахмат», который впервые проходил вне пределов Чеченской республики. У меня был профессиональный бой с представителем Чечни. Он занимается в этом клубе «Ахмат». Это был первый выездной турнир. Соперник оказался довольно-таки физически сильный, развит. Он в книге рекордов Гиннесса по поднятию тяжести. Очень мощный, опасный, взрывной. Но получилось так, что я его задушил. Не поймите буквально Павла. Его соперник остался жив и, надеемся, после ряда восстановительных мероприятий, здоров. Но удышающий прием, который применил Мазырянин, оказался решающим схватки. Павел Катурнов, воспитанник своего тренера Александра Александровича Гороха и белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» одержал убедительную победу над одним из самых знаменитых мастеров смешанных единоборств.